Музей Одинцовского городского округа Музей Одинцовского краеведческого музея Прежде всего красный угол, главный угол, самый красивый угол, в котором находилась икона Под иконой стоял стол, здесь проходили приемы пищи, здесь были отмечаемы все важнейшие события в жизни семьи И очень красивый угол у нас смонтирован, так называемый бабикут Печка, место, которое огораживалось шторкой, место, куда достаточно редко заходили мужчины данной семьи А уж пришлому человеку делать в этом углу было совершенно нечего Бабикут это печка, печка и окружающее пространство, где хозяйка главная Здесь готовится пища, печка в русской избе это главное, все-таки, как говорилось в русской пословице Летом о ней забывают, а зимой обнимают Действительно в печке готовили пищу, печкой отопливали избу В печке мылись, на печке спали, сушили травы, сушили в зимнюю пору одежду и обувь И печка это бабье царство, где стоят лопаты, где стоят для сожжения хлеба, где стоят чугунки Где стоит посуда, где стоит ведро с водой, где обязательно висит рукомой для того, чтобы мыть руки Русская изба это очень небольшое пространство, поэтому каждый занимал строго определенное место Бабикут женское царство, скамейка, лавка, которая идет от печки к углу это женское место Под окном, видите, у нас стоит прялка, сидит женщина на прялке, придет нитку А к зимке подвешена петля, и ногой в этой петле женщина качает зимку То есть и ребенок здесь рядом, и работа, которую нужно, необходимо делать Кстати, зимка это подлинная конца 19-го, начала 20-го века Подарила ее музею известный исследователь, специалист по народному творчеству Одинцова Ирина Петровна Цибринская Как известно, зимку завешивали пологом, это и охрана от насекомых, и охрана ребенка от посторонних ненужных взглядов И обычно над зимкой вешали вот такую куклу-закрутиху, куклу-оберег Куклу, на которой нельзя было рисовать лицо, но которая оберегала покой младенца Кстати, сруб, который здесь у нас смонтирован на части стены зала Это подлинный предмет, это сруб, вывезенный из деревни Устья Одинцовского городского округа То есть весь брус, это когда-то было частью избы Причем и пол, и потолок, это тоже подлинные доски начала первой половины 20-го века Под иконой в красном углу стоит стол Это, я знаю, особое место тоже в любой избе было Расскажите, что оно значит Вы абсолютно правы, стол, это место сакральное В русской традиции стол приравнивался к ладони Божьей То, что нам подает пищу Поэтому стол всегда содержали в чистоте Если была возможность во время еды накрывали скатертью Если не было возможности накрывать тканью Значит стол скребли, мыли, чистили Считалось крайне неприличным, чтобы после еды на столе оставались кружки Их сметали, убирали На столе, когда семья не принимала пищу Разрешалось держать только два предмета Это солонка и хлеб, завернутый в салфетку Хлеб да соль на столе были всегда Нужно сказать, что когда семья садится за стол Есть особый порядок рассадки Под иконой во главе стола, естественно, сидит хозяин дома Если принимаются гости, то по правую руку от хозяина сидит наиболее почетный гость Если принимает пищу семья, то по правую руку сидит старший сын То есть опять же в русском быту все было достаточно регламентировано, расписано Это было не просто так Это было и почитание родителей Это было и нужное в работе, в жизни соподчинение Которое просто помогало семье выжить в достаточно непростых условиях крестьянского труда Место женщины где было? Место женщины у печки Место женщины у печки подать еду, а уже после мужчин сесть и принять пищу Это опять же условия достаточной тесноты крестьянской избы И все-таки главный работник, главный кормилец должен быть накормлен в первую очередь Опять же, это быт крестьянского дома За столом первый начинал есть, наверное, мужчина, после него уже? Хлеб разламывал или резал мужчина, раздавал мужчина И да, к трапезе не было принято приступать младшим впереди старших То есть всегда есть начинали старшие Спасибо вам огромное за интересный рассказ о русских традициях, о русском быте, о русской избе Ну а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители Увидимся в следующих передачах о музеях Одинцовского городского округа До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok